Всем привет! Сегодня у нас новости кормового цеха. Приобрел я зернодробилку Фермер. Измельчитель зерна, модель IZE14M. Вот такая вот аккуратная коробочка. Все очень компактно, удобно. Я когда вообще на сайте выбирал, она мне казалась такой большой. А на деле, вот можете видеть, коробка размером с рыжулю. И не тяжелая, всего 7 килограмм. Заказывал я непосредственно на сайте производителя. Ссылочку оставлю в описании. Делает Уралспецмаш. Там на этом сайте есть интернет-магазин. Можно заказать. Доставка из Челябинской области с ДЭКом. Ну что ж, приступаем к сборке с моими усатыми помощниками. Ну, сборка эта громко сказана. Тут нужно просто надеть уплотнительное колечко на горловину внутри бункерной части и совместить это отверстие с трубкой основного механизма. Вот, в принципе, и все. В комплекте измельчитель идет с ситом с отверстиями 5 миллиметров. Это стандарт. Но дополнительно можно дозаказать сито 4 миллиметра и 6 миллиметров. Я так и сделал. Ну, потому что, во-первых, я не знал, какая фракция будет на выходе. И какая мне будет нужна, какая лучше подойдет для гранулирования. Потому что зернодробилка у меня будет работать в паре с гранулятором от Донецкого кролика DR-150. Измельчитель зерна подготовил сырье зерновое. Затем все это смешивается. Смешиваются все ингредиенты комбикорма. Вносятся добавки и на грануляцию. Такой вот порядок. Так вот, я сразу заказал дополнительные сито. Вот они. Ну, 200 рублей они стоят. Чего уж там. Зато уже теперь на все случаи жизни. Любая крупка, любой фракции. Но сразу скажу, что стандартного сита 5 миллиметров, на мой взгляд, вполне достаточно. Мельче и не надо для моих целей. Дальше будет виден помол. А 6 миллиметров может пригодиться для птицы, например. Ну, когда нужна крупная такая крупка. Как раз подойдет. Для работы зернодробилки фермер нужна емкость, куда будет сыпаться дробленка. И кусок фанеры, чтобы накрыть эту емкость и сделать основание для зернодробилки. Вырезаем отверстие. Ну, на полсантиметра больше, чем диаметр нижнего отражателя. Желательно проложить между металлом и фанерой какой-нибудь уплотнительный материал. И можно вообще забыть про пыль. Тазик у меня 60 литров. Идеальная тара для дробленки в данном случае. Многие используют бочки. Ну, мне бочку жалко было. Жалко было резать крышку. Ну, в общем, я обошелся вот таким вот тазиком. Начинаем тесты. Первый запуск на пшенице. Измельчитель всегда включаем при закрытой заслонке и засыпанном в бункер зерне. Так как при открытой включать нельзя. Ну, и гонять на холостом долго тоже не рекомендуется. Включили. Приоткрываем заслонку. Зерно утекает, как вода в слив раковины. Зерно утекает, как вода в слив раковины. Вот такая вот крупка по пшенице получается. Следующий тест. Ячмень. Вот ведро пластиковое, стандартное у меня. 10 литров. Вес порядка 7,5 килограмм. Бункер рассчитан на 14 литров. Так что мне как раз очень удобно. Все корма у меня в таких вот ведрах. Засыпал ведро и все. Сразу. Целиком. И считать удобно. Учитывать. Ячмень побежал также отлично. На ячмене и пшенице я заслонку открываю полностью. Максимальная скорость. Движок высокооборотистый. Порядка 15 тысяч оборотов в минуту. Из-за этого дробленка как раз и выходит очень мелкая. Даже на сити 5 миллиметров. Я думал будет крупнее. Нет. Она вот такая вот меленькая. Движок высокооборотистые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующее зерно это овес Вот овес пришлось не полностью открывать заслонку Иначе он своей шелухой забивал пространство между ситом и нижним отражателем Ну может быть из-за влажности воздуха У нас тут еще двое суток ледяные дожди скучать не дают Ну хорошо у меня навесы, помещения для всех этих дел построены Но влажность общая она присутствует Далее горох Производитель рекомендует сразу бобовую и кукурузу дробить с не полностью открытой заслонкой Производительность данной модели EZE14M 320 кг в час Движок мощностью 1300 ватт с двойным охлаждением Обычная бытовая сеть 220 вольт как раз то что мне нужно Режим работы, полчаса работаем, 20 минут отдыхаем Ну я вот намолол три вот такие вот таза по 60 литров Ну не совсем доверху конечно Ну как раз примерно за полчаса Нормально, в самый раз для моих целей И для такой мощности, и для 220 вольт на мой взгляд отлично Нож закаленный, нужен запасной Ну мало ли там сломался, что-то случилось Нет проблем, 190 рублей, можно заказать там же где зернодробилку На сайте фермера была модель измельчителя просто 14 Но я решил взять M Разные движки, мощность на 100 ватт побольше Вот у моей модели И плюс 20 кг в час относительно предшественницы Да и вообще, если есть выбор между тополем и тополем M Я выбираю тополь M Тем более, что разница всего в 300 рублей Вообще, цена вот этого экземпляра, вот этой модели у меня 5000 рублей Плюс сменные сито и доставка Для агрегата такой производительности, на мой взгляд, вполне приемлема После дробления я решил открыть корпус Ну, посмотреть моторный отсек Не попадает ли туда мука, пыль Вот как там все после именно работы, после тестов Как вы могли видеть, при дроблении, при непосредственном процессе пыли Нет, мука не летает Кстати, это важно, потому что у меня вообще на муку в воздухе аллергия Итак, смотрим Ну, что, все чистенько, аккуратненько Провода в защите, термоусадки Есть защита, предохранитель Также запасной предохранитель идет в комплекте Так что все нормально Ну, теперь такой вопрос Зачем вообще зернодробилка? Ведь мощный гранулятор от донецкого кролика Может просто перемалывать зерно своими валами в муку Безусловно Но, во-первых, у меня всего 220 вольт Поэтому, ну, зачем ему лишняя нагрузка Если можно решить это проще и недорого А главное, нам же надо смешивать равномерно ингредиенты для комбикорма А для этого основа должна быть мелкой Именно для однородности сырья Почему выбрал именно эту модель? Ну, во-первых, по соотношению цена-производительность Это прежде всего Плюс объемный бункер Как раз, когда мое ведро стандартное Входит туда полностью с запасом Ну и плюс хорошие отзывы Вот, исходил из этого Первыми сеансами дробления я доволен Продолжаем поэтапно идти к заветной цели Производство собственного комбикорма Два основных элемента этой системы уже в наличии Идем дальше До новых встреч на канале Фермер-Одиночка Всем пока!